Здравствуйте! Меня зовут Кока-Коли. Я был суббитеном в Кока-Коле. Я был в Киеве, который был в Киеве, и я был в Киеве. Я был в Киеве в Киеве, Я был в Киеве в Киеве. Я был в Киеве в Киеве. Вадим Калинин, как вы думаете, как проходила игра? Сейчас я буду это рассказывать. В принципе, все видели, как игра сложилась, поэтому неинтересно, я что расскажу. Пускай вопросы задают, так легче будет. Я просто как специалист. Да, но игра это чуть неинтересная была игра, поэтому даже нечего рассказывать. Пускай задают вопросы, я расскажу. Ага, кем на саула вы все? Ага. Киеве в Киеве в Киеве в Киеве, где построил игры, джин Sega и губы. Хорошо, до конца. Кто в Киеве в Киеве, ろгию они просто эти игры. У них в Киеве в Киеве из Киеве, это даже неинтересная идея. У них нельзя ни одного играть, которые в Киеве в Киеве, а это значит нажат. Вам второй тайм больше понравился? Его пропустили, он чуть сломал тактику. Потом этот пенальс, который не нужен был. Мы не та команда, которая при счете 2-0 может перебороть. На сегодняшний момент мы не можем так диктовать условия другим командам. На сегодняшний момент, к сожалению, при том подборе футболиста, который есть, мы вот так играем, как мы на сегодняшний момент не можем. Я кинул ему. А Дюкар Нэнчу. Обычно проходной балл 26 очков было, обычно так, но в этом году Динамо уже татами темные очков действительно не хватает. Как Вы думаете, вообще можно будет ли Динамо сохранить место сохранения почти невозможно? В следующий год как Ваши планы? Мое мнение, я до этого высказал, наверное, Вы знаете. Даже это не мое мнение, было мнение других тренеров. Я тоже поддержал это, чтобы расширить, потому что все-таки 14 команд для Узбекистана это мало, как мне кажется, потому что всего проходит 26 игр за целый год при наших климатических условиях, при том, что у нас на сегодняшний момент уже стадионы соответствуют. Столько стадионов построил. Плюс такие города, как Бухара, тот же Самарканд. Достойно, я думаю, чтобы люди приходили и смотрели на футбол. Ну и вот мое мнение такое, что можно было бы расширить, конечно, наш чемпионат, чтобы было интересно. Но это не от меня зависит, это как бы мнение тренеров. Мнение, конечно, будет учитываться, конечно. А действительно, пришло время, чтобы расширить. А вот насчет итога чемпионата, как Ваше мнение, кто будет чемпионом? Кто будет чемпионом? Как обычно, это сильнейший, да? Кто будет чемпионом? Феатуров остался, три команды. Ну все три команды имеют шансы, кто будет чемпионом, мне сложно сказать. Спасибо.